Привет всем, у микрофона Хомиш и это свежий выпуск новостей технологии, который к слову будет полностью красным. А все дело в том, что к примеру, в Германии на один интеловский процессор покупается 9 AMD-шных, при этом с видеокартами все конечно не так уж и весело. Зато новенький бюджетный третий Ryzen 3100 без особых затруднений разогнали до 4,5 ГГц на все ядра, а старый 1200, который недавно перекочевал на 12-нанометровый техпроцесс, оказался в среднем практически на четверть быстрее своего 14-нанометрового собрата. Короче говоря, этот выпуск новостей порадует всех фанатов красной компании, ведь она планомерно захватывает все сегменты рынка. Но, если вдруг вас интересует что-то конкретное, в описании будут тайм-коды, по которым можно перейти туда, куда хочется. А также, ребят, не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимать на колокольчик, дабы быть в курсе всех новостей. Ну и конечно же ставьте лайки, ведь они и душу греют и помогают продвижению видосов. Да, ребят, за последний год AMD просто сломали немецкую розницу процессоров. Вы только посмотрите на эти цифры. Более 30 тысяч проданных красных процессоров и чуть менее трех синих. Получается, и в самом деле на 10 продаж. Покупался лишь один процессор от Intel против 9 от AMD. Если обратиться к процентам, то 91 на стороне AMD и 9 у Intel. Такого соотношения не было еще никогда. И что характерно, оно лишь увеличивается от месяца к месяцу. В марте это было 88% на стороне AMD, в феврале 87%, а в январе 85%. Короче говоря, доля Intel стремительно снижается, но это лишь в немецкой рознице. Хотя, если вспомнить продажи на Амазоне, или например статистику от японских и корейских магазинов, то конкретно в розничной продаже AMD доминирует практически везде по миру с момента выхода из 7 нанометровых трехтысячных райзенов. Да, Zen и Zen Plus внесли свою лепту, но переломным моментом во многих странах стал именно выход трехтысячных настольных райзенов. Вы только представьте, по статистике Майндфактори девятых райзенов 3900X за апрель было продано почти столько же, сколько набралось из всех синих процессоров. А ведь девятые райзены это премиальные и дорогие процессоры. Да, конечно, максимально топовый 3950X продается не так уж и хорошо, но его тоже вполне себе уверенно покупают. Второе поколение также очень неплохо продается, например, один пятый райзен 2600 по количеству продаж даже превосходит все синие процессоры. И кстати, что интересно, даже в денежном исчислении AMD дошли до рекордных 86% против 14 у Intel. Майндфактори заработали более 6 миллионов евро с продаж красных процессоров против примерно одного миллиона с синих. И это, напомню, крупная немецкая сеть магазинов техники. Конечно, для полноты картины хотелось бы увидеть и статистику из других стран и от различных сетей. В недавнем видео про противостояние AMD с Intel я рассказывал о том, как пятый райзены 2600 и 3600 лидирует в Яндекс.Маркете, что тоже лишь подкрепляет довод о том, как AMD лидирует в розничных продажах процессоров. Однако с видеокартами, к сожалению, все не так уж и весело. Та же немецкая сеть Майндфактори дали статистику за первый квартал 2020 года, исходя из которого мы видим. Одни лишь 2000-й RTX и NVIDIA Turing забирают на себя более 49% всех продаж. В то же время у AMD-шных Navi почти 25% и еще 16% у Polaris. А в общей сложности получается почти 42% на стороне AMD против 58% у NVIDIA. Хотя если говорить про выручку, то зеленые карточки забирают на себя более 67%, а AMD-шные лишь 32 с копейками. А если же разобрать какие-то конкретные модели, то первое место получается у RTX 2070 Super, при этом второе у RX 5700 XT. Это, как по мне, очень даже достойно. Красные карточки постепенно закрепляются в немецкой рознице, но до тех результатов, которых получается добиться благодаря процессорам, последним красным видеокартам еще очень и очень далеко. Вот эти вот Navi RX 5700 и 5700 XT помогли лишь откусить больший кусок пирога, но естественно лидирует до сих пор NVIDIA и насколько эта ситуация задержится пока непонятно. Возможно RDNA и вторые видеокарты, 6000 RX будут таким же переломным моментом, как и 3000 Ryzen в процессорном направлении, но честно говоря, лично я такого прогноза давать бы не стал. Ведь у NVIDIA готовятся крайне сильные амперы, да и сама по себе зеленая компания по направлению видеокарт куда более серьезный конкурент, нежели Intel в розничных продажах процессоров последние года так два. Все-таки у синих имеется и дефицит 14 нанометровых чипов и Coffee Lake Refresh получились откровенной халтурой, а то, что будет сейчас в случае с Comet Lake, вряд ли хоть сколько-нибудь изменит ситуацию. Статистика MindFactory за май и июнь, я думаю, может переломиться лишь к 20% на стороне синей компании, но не более того. А вот в случае с видеокартами весь 2020 год будет примерно таким же, как и первый квартал. Каких-то новинок пока еще не ожидается и даже то, что будет вряд ли как-то поможет AMD. Амперы выйдут раньше RDNA вторых видеокарт, а когда AMD подоспеет со своим релизом, останется буквально месяц-два до конца этого года. Так что повлияют ли Navi 2x на вот эту вот статистику, мы узнаем примерно через год. А пока тьюринги, самые продающиеся карточки. И тут я бы снова хотел вернуться к статистике MindFactory, чтобы отметить один важный момент. Посмотрите на то, какое идет четкое разделение, если посмотреть на нижний сегмент, где действительно лучше всего продаются Polaris, RX 570, 580 и 590. Они просто не дают существовать 16 серии Nvidia. А нормально себя чувствует лишь 1660 Super, которая продалась примерно так же, как и RX 570. При этом 5500 и 5600 XT стартовали крайне неуверенно, и они в совокупности продаются хуже, чем RX 590. И еще примечательно, то, что третье место по продажам также забирает на себя красная карточка, и это обычная RX 5700. И лишь после нее на четвертом месте имеется 2060 Super, и уже после нее на пятом 1660 Super, а на шестом RX 570. Ну а что же касательно самого топового сегмента, там у AMD просто ничего не представлено, кроме 7-го Родиона, который очень плохо продается. Хотя, например, 2080 Super и 2080 Ti продались очень и очень хорошо, особенно как для топовых решений. Короче, вы поняли, вывод здесь один. Пока AMD не представят широкий модельный ряд, конкурировать с зелеными карточками будет очень и очень тяжело. И вот случится это должно будет как раз таки с приходом RDNA вторых видеокарт, где готовятся как минимум 3 разных GPU, Navi 21, 22 и 23, на предположительно 80, 60 и 40 Compute Units соответственно. Таким образом, можно будет конкурировать практически по всем направлениям, не считая опять же самого топового, где у Nvidia припасен козырь в лице Ампера на 8192 CUDA ядра. Такое решение пусть и будет стоить примерно 1500 евро, а то и все две. Отрив абсолютно от всех конкурентов будет значительным, как минимум на четверть. Об этом, к слову, я рассказывал буквально в прошлом выпуске новостей. Он так и называется, Ампер и Navi 2X. Кто не видел, обязательно гляньте. А я бы хотел поговорить про новенький бюджетный третий Ryzen 3 100, который уже в мае появится на полках магазинов всего-то за 100 баксов. И вот, что характерно, такой процессор на материнской плате Asus TUF Gaming B450M Pro и с 16 гигабайтами оперативной памяти на 3200 МГц, работающей естественно в двухканале, смогли разогнать до 4,5 ГГц на все ядра. И что характерно, это далеко не единичный случай. Примерно похожего результата, правда с другой материнской платой MSI B450M Bazooka Plus получилось добиться у другого оверклокера, правда всего 4,4 ГГц на все ядра, но это все равно очень даже неплохо. Эти записи были обнаружены в базе данных 3DMark'а. И естественно, это не какие-то там рекорды, ведь данный бюджетный 3D Ryzen еще не добрался до конечного покупателя. Я думаю, со временем мы получим и большие результаты, а пока можно сказать лишь то, что не успели выйти новенькие 3D Ryzen, как уже они показали себя очень хорошо. Судя по всем вот этим вот утечкам и тестам, под игровые ПК до 1000 долларов, такие процессоры станут прямо-таки отличным выбором. Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. И обязательно проголосуйте вопросники, которые прямо сейчас появятся. Интересно, какую связку выбрали бы лично вы? Между тем, другой 3D Ryzen, а именно 1200 AF, это тот, который переехал на 12-нанометровый техпроцесс, и стоит он всего-то 55 евро, оказался в среднем на 25% быстрее обычного 3D Ryzen 1200. Важно отметить здесь то, что AMD планирует полностью заменить имеющиеся сейчас в магазинах 1200 и 1600 на обновленные версии на 12-нанометровом техпроцессе. А все потому, что эти первые Ryzen до сих пор отлично продаются по всему миру, а выпуск устаревших 14-нанометровых пластин обходится дороже. И если в случае с 1600 прирост от нового техпроцесса получился примерно 10%, то вот у 4-ядерного и 4-поточного 1200 все куда интересней. Если посмотреть на конкретно синтетические тесты, разница без какого-либо разгона получается примерно в 15-20%. Ну а если обновленные 1200 еще и немного подразогнать, то местами можно увидеть отрыв практически на треть. И тут очень важно понимать, что обычный 14-нанометровый 1200 Ryzen гонится куда хуже, нежели его обновленная 12-нанометровая версия. И даже если вы очень заморочитесь с разгоном обычного 1200, все равно разогнанный AF-вариант даст вам примерно 15% отрыва. И это при том, что AMD никак не меняли цену в случае с обновленным решением. То есть за те же деньги вы получаете большую производительность. И в таком случае, AF-версия третьего Ryzen 1200 лично от меня получает звание самого актуального бюджетного процессора. И я думаю, в этом со мной многие согласятся. Поделитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях. А я бы хотел рассказать еще и о том, что AMD увеличила свои расходы на разработки, причем аж на 18%. После недавно опубликованного квартального отчета стало ясно. AMD потратили на разработки 442 миллиона долларов против 373 в прошлом квартале. Разница получается в 69 миллионов, 18 из которых было направлено на премии, а оставшиеся на увеличение общего бюджета разработок. Это достойно уважения. AMD как всегда красавчики. И конечно же все премии заслужены, ведь вы сами видите результат. Красные планомерно захватывают все сегменты. Где-то быстрее, а где-то медленнее. Но главное то, что рост просто очевиден. И тут даже коронавирус и мировой спад экономики не являются какой-то проблемой. У красной компании все хорошо. В ближайшие годы нас ждут достойные продукты. Поэтому давайте дружно поздравим Лизу Су и всю ее команду. А я на этом заканчиваю сегодняшний выпуск новостей. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, жмите на колокольчик, дабы ничего не пропускать. И вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Всем спасибо, не болейте, удачи и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok